Во имя Отца и Сына и Святого Духа. У нас идет серия записи бесед, вопросы-ответы, у которых название «Во свете Библии». То есть, что об этом говорит Святая Библия? И «Открытым оком». «Открытым оком» — это у нас серия книг, у меня вышло 38 книг, а всего их 38. Ну, вот этот первый том, по нему брат Игорь Дебунов задает вопросы, какие уже давали. Вот в одном томе, каждый том 752 страницы. И здесь вопросы, 600 вопросов, только в одной книге. Ну, а прошло-то 11 лет с начала выпуска первой книги, то требуется еще и расширить. Кое-что уже исполнили события, тогда говорили о том, что должно быть, ну и как это дело пошло. Сегодня у нас в этой нашей, так если назвать, мини-студии, это у меня в гостях приехал из города Темирта, у Кемеровской области, наш брат во Христе, православный христианин, Кальмай Михаил Михайлович. И вот он привез известие, подтверждающее о том, о чем мы до этого уже говорили. О лютости, о беспринципности, о ненависти, о лживости московской патриархии. А почему, если в Кемерово так, так-то везде так. В прошлом году мы проехали 240 городов и сел, городов и сел районного масштаба, от Москвы до Владивостока и Находки. Везде принимают очень хорошо люди. Везде, где нет православной церкви. Где есть православная церковь, храм, ну, не считая наши, где друзья есть, там они людей собирают, встречаются. А где просто так мы приезжаем-то, ситуация одна. Просто я им говорю, на вас будет, невзоровых, Глебов Александрович, ни два, ни три тысячи, Бог напустит. Вам не поправиться с ними. За вашу подлость, я говорю это к архиереям, к священникам, чтобы задумались, вас будут, как он говорит, с колокольни опять вниз головами сбрасывать. Потому что во все мирские структуры лезут, в ведомства военные и, главное, в библиотеки. Их никто не ставил цензорами. Они гоняются за мной, за моими книгами, как стая диких лютых волков за зайцем задним. За блохой, как Давид говорил. Кто я? Кто я? Блоха. И вы за мной гоняетесь. И вот что он сейчас расскажет здесь, я постараюсь все подтвердить документами. Документами, потому что это очень важное сообщение. Я его так не могу оставить. Сегодня же я его выношу на молитву, и мы все будем об этом молиться. И кто услышит, в свое сердце к этому расположено, помолитесь. Потому что Россия гибнет. И главные виновники в этом, это православные архиереи и священники. Это главные губители России сегодня. Что они делают с народом? Они его не учат ничего. Вот, положили мощи, целуйте мощи, обложились мощами, ничего больше нет. И вот как, скажите, завороженное, крутится на одном месте Россия. Купола, храмы, святые предсказали, будут храмы золотить, а ходить нельзя будет. Полная измена Христу. Заповедь Божия не знает народ совершенно. Вот до этого мы обошли 58 сел. Полностью. Из дома в дом заходя. Из дома в дом. Собирая людей по договоренности заранее с заведующими клубом или дом культуры. С администрацией договариваемся на стадионе. Везде принимают с распростертыми обедами. Везде, где нет православных храмов. Где есть поп намертво встается, священник. На пути, и не под каким видом не подпускаете, прибегает к любой подлости. Я покажу потом запись. Они у меня стоят в Мейл.ру и прочее, где мы были. Они начинают клеветать, вызывать милицию, везде взятел милиции. Они без мирской власти вообще ничего не значат. Это пугало огородное. А стоишь широкими рукавами, шире, чем подол у цыганки. Вчера-то их у него благословляли, сегодня приехали, за ночь у него мозги перевернулись. Ему сверху кнопку нажали. И он начинает, а кого сегодня власти ненавидят? Свидетели Иеговы. Говорят, дела какие-то заводят на них. Все, мы свидетели Иеговы. Вчера мы были баптисты. Они по статусу нас проводят. Вчера начали в одном районе гнать мормоны. Поп сразу звонит. Это мормоны приехали к нам, к прокуратуру. А те звонят сразу в краевой отдел юстиции. Говорят, так это православные христиане. От русской православной зарубежной церкви. Мы принадлежим к той части, которая признала акт канонического общения. То есть, как называется, соединились в московской патриархии. Но мы на особом статусе. Мы не соединились. Не соединились. Мы признали акт, что это благодатная церковь, священство. Наш батюшка служит у них. Они к нам приезжают, служат священники по благословению патриарха Кирилла Гундяева. По благословению местного епископа Алтайского Максима Дмитриева. Но в этот же день вечером они начинают снова кампания. Они приговоренные. Им, я считаю только так, когда за Михеем послали, и он пришел и говорит, я видел, у Господа был совет, как погубить. Как погубить надо царя, погубить государство. И один дух говорил так, другой иначе. И один сказал, я войду и сделаю с духом лжи в устах их. И вот они все лгут сегодня. И вот это, мне кажется, дух лжи вошел в уста московской патриархии. Я не говорю о всех. Но там единицы только тех, которые уже Бога боятся. Притом, когда его уже припрешь, как говорится, к стенке, зачем ты это делал? Ну ты же знал, что мы православные. Да, знал. Ну ты людям говорил, что мы Божью Матерь не признаем. Да, говорил. А почему? Говорил. Ну а зачем ты это говорил? Когда ты знаешь, что мы молимся ей. Литургия у нас ничем не отличается. Ваши священники служат. Наш епископ Ивтиихий Курочкин здесь был вместе, служил. Все это выстроено здесь. А чтобы к вам не ходили. Да какой же это народ? Я за себя вывел так. Вот нужно, допустим, в крае или... Так. Слава Христу! Это утром мы договорились. Звонят. Успеют сказать, пока телефон не включился, что у нас все благополучно. Слава Иисусу Христу, вовеки слава! Ну, это у нас старшая сестра проверяет, нормально у нас или нет. И вот если нужно, мне так уже стало казаться. Кандидатур 10. Ну, на кого? Ну, на священников, на архиереев, на архимандритов. Я так говорю, я прихожу к такому убеждению уже сегодня. Ну, а их-то, корыстолюбивых-то, карьеристов-то, не 10. Не 10, а 900. Ну, что делать? Там у них определенные критерии. Нужно вот такого избрать. А главный принцип какой? Беспринципные. Чтобы сегодня они с советской властью слепились, дорогая советская власть, везде они ее прославляли, сергианцы. Это сергианцы. Самые настоящие куминисты. Сегодня пришли демократы, и они с ними опять вместе целуются. И уже как будто там никогда и не было. Все должности, как генерал-майор, все это там получали, в КГБ. В КГБ-то осталось то же самое. Ну, если честно, отсеялись. С 900 осталось 800. Но их-то надо всего 10. И далее, нужно избрать самых жадных, которые свечки под 5 раз перепродают. Ну, все только, чтобы выжить из народа деньги-то. Но есть такие батюшки, которые действительно бедно живут, нет набросов. Наконец-то остается 100. Ну, это 100, их надо 10. Но самых лживых надо выбрать. И, наконец, находят таких, которые на каждом шагу лжут. И на своего даже архиерея. И вот тогда выберут этих 10 проверенных на детекторе лжи. По высшей мере может лгать. Я отвечаю за каждое слово. Подайте на меня в суд. Вызовите меня в суд. Обращаюсь ко всем архиереям Московской Патриархии. Ко всем священникам. А их тысячи. И я вам докажу. У меня все это на роликах записано. Где бы мы ни были, милиция уже стоит у дверей. Кто? Батюшка вызвал. Проверяйте еще. Батюшка зачем вызвал? Он ничего не может сказать. Он не может быть другим. Потому что Московскую Патриархию образовал Сталин и Берия. В сентябре 43-го года. Они это от народа скрывают. Они вынуждают говорить это. А как избавиться от этого? Принеси покаяние. Что они нелегитимны. Никакой связи не имели с дореволюционной церковью. Рукоположение только связывает. Больше ничего. И поэтому я их признаю всех благодатными. Это... Ну мы православные. Мы так приучены. Я не смотрю на их дела. И вот он приехал из Кемеровской области. И рассказывает, что они там делают. Мы, проезжая по всем городам, вот 58 сел, мы раздали 30 тысяч бесплатно Евангелий Новых Заветов. Мы православные. Мы любим свой народ. Мы ежедневно молимся многократно за этот народ. За правителя, за патриарха. Но им этого мало. Им нужно, чтобы мы были под ними. И такие же, как они. Но это невозможно сделать. Мы другие. Я обратился сознательно в 23 года. В 23 года, получив Библию 27 сентября 1962 года. Среди пятидесятников. Они объединены были тогда с баптистами. И у меня там была вот эта встреча с Авла, со Христом на дороге. Кем я готовился быть и кем я был. Сразу после армии. И изменилась моя вся жизнь. У нас люди в общине все до одного пришли сознательно. Все до одного приняли крещение. Троекратное, полное, с полным погружением. Согласно канонам. Апостольское правило 50-е. И Господь позволил мне с 2001 года издать 38 книг. Книг, томов. Я отвечаю на 4124 вопроса. Тысячи проповедей. Я чтец, рукоположный. Говорил в храме при епископах. Это Господь так сделал. И все это в книгах отображено. Они их берут на рецензию и отдают студентам. Это где было и в Тульской. В Тульской области и других. И мне ни одного слова еще сегодня никто не сказал. А вот он, Лапкин, говорит, что надо на пресных хлебах совершать Евхаристию. Ну и что? Ну у нас это совершается как положено. Я мнение могу свое иметь? Я его высказываю, что были дни опресных. Что доказывать-то? Католики правее нас. Да ты католик, оказывается. То есть они не останавливаются ни перед чем. Как Комсомольская правда писала. Самая страшная мафия в Москве. Это мафия московской патриархии. Что они могут делать? Я уже беру. Откуда слова эти? Я это говорю о себе. Какие мне угрозы от них были? И в каждом селе, районном, в каждом городе, я сейчас покажу. Я дарю все книги. Все. Даром. А почему он даром дает? Я сейчас покажу документы. Почему? Нужно, чтобы документы эти как-то поближе было видно. Вот книги, которые мной и изданы были. Я получил документ. Что эти книги все изданы за мой счет. И дается перечисление этих книг. Стипографии Горно-Алтайска. Они ищут средства, какие у меня средства ищут. Минимальная пенсия. Бог дает с неба. И главное мне, помощники в этом, евреи. Что самое удивительное-то. Евреи, которые и даже не христиане. Вот что делает Господь. Если возможно, значит, ну, просто показать. Печать я попросил, и мне тут же привезли. И директор сам привез. Очень хорошее отношение. И, Владя, показывай, когда уже заснимешь, чтобы я мог другой документ показать. Все. Вот. Дальше. Вот оно показывает. Какие требуются затраты. Вот затраты на издание одного тома. Это только типографские затраты. 340 тысяч на тысячу экземпляров. То есть, каждая книга только в типографии стоит. Половину стоимости нужно сразу добавлять. Это то, что я сам делал набор, верстку. Но, кроме того, здесь мой мозг. Я вкладываю сюда опыт 50-летнего бескомпромиссного служения. Здесь о тюрьмах, лагерях, где я был. 26 лет мучила психиатрия советская. Потом признано будет все это как злоупотребление советской психиатрии. Ну, кому это неизвестно. Дальше. Это я беру только документы, которые, ну, просто потребуются. Вот мы нынче проезжаем. Вот эта вот газета называется «Алтайская правда». Посмотри, «Алтайская правда». Она за субботу 3 декабря 2005 года. Чтобы видно было заголовок. И вот тут какая статья. Я зашел в редакцию. Мгновенно там фотографы пришли несколько. Давай фотографировать. Вот это вот. Посмотри, статья. Вот она, маленькая статейка. Чтобы видно было крупно. А Михаил прочитает. Прочитай вслух. Считай, пошел. На днях Игнатий Лапкин... Вот это заголовок для кого написан? В своих книгах Лапкин ответил на 2900 вопросов. На днях Игнатий Лапкин, известный барнаульский православный проповедник, выпустил свой новый письменный труд открытым оком. Это 21-я православная книга, написанная им за 4 года. Несколько экземпляров автор уже переслал в Германию, Грецию, Америку, Канаду, Австралию и на Украину. Новая книга. Это 13-й том моей серии вопросов и ответов и проповедей. А о православии, говорит Игнатий Лапкин. Уже 43 года я веду занятия по изучению Библии. Читаю лекции в университетах, школах, воинских частях и милиции. Во время таких бесед люди задают мне вопросы о Боге, о вере, о жизненных ситуациях, о грехах, да вообще обо всем. Что их волнует? Так у меня набралось 2900 вопросов. В своей серии я на них отвечаю согласно Библии и трудов святых отцов. Познакомиться с книгой можно и в интернете. Кстати, здесь же можно и задать новый вопрос Игнатию Лапкину. Покажи интернет, а то, Володя, запись там где? А то автор сетует, что практически на все уже ответил. Вот так. Ну откуда вопрос? Во-первых, я в пяти университетах вел занятия. Это вот о тысячелетнем царстве. Я показываю схематично как. И вот наш сайт. К истине один народ друг. Ну, кто никогда не видел, мы даже можем вам показать, как это выглядит. Вот он. Во свете Библии. Пожалуйста. Во свете Библии православный библейский сайт. И вот здесь, пониже, православный форум Игнатия Лапкина. Если не уткнете, вы сразу будете на нашем форуме. Вот я как уткнул, вот он наш форум. Православный форум. 1400 разных тем. Это ни одна, ни две. Это огромный-огромный сайт. Я утверждаю, что равных нашему сайту, вот этому сайту, нету. Вот рядом все книги, изданные Лапкиным. И когда меня просят там выставить, продать, я говорю, сначала ознакомьтесь. Вот они все здесь книги. Здесь начитана мною Библия. Вот этим голосом моим. Здесь 12 томов Иоанна Златоуста. 12 книг Жития святых по Дмитрию Ростовскому. Ну, кто, сектанты их начитают, Жития святых-то? Ну, маленько-то, хоть чуть-чуть, говорит, подумать надо, если она голова есть на плечах. 5 томов Добротолюбия. Иоанна Кронштадтского, Игнатия Брянчанина, Пьепана Затворника, Ипряма Сирина, Кирилла Иерусалима. 50 томов книг моим голосом начитано. Это им, как говорится, не по барабану. И это, при том, архиереи русской православной церкви здесь. Они преследуют меня на каждом шагу. Книги в руках у вас. Я вышел в епархию и сказал, сидим за столом, это все говорится, найдите самых злобных ваших архиереев, самых злобных против меня священников, составьте в этот коллоквиум. Соберите весь синедрион свой и выставьте мне обвинения. А не так, что книг не видал, в руках не держал, ничего не считал, но я их не принимаю, как архипелагулок. Почему? Это советские ставки. Они завидуют ужасно мне. А почему тебе завидуют? У тебя ничего нет. Правильно, у меня ничего нет. У меня есть то, что я свободен. А вы рабы. Рабы друг друга боитесь. Где дух Господень, там свобода. Вам не создать в одной книге не напишите. Я же не Тихон Шевкунов. Напишет такое, святые не для святых, 10 раз может переиздавать. Но вышел в пустота, как после речей Горбачева, Михаила Сергеевича. Моя книга заставляет их до основания пересматривать свою жизнь. Эти книги, если попадают к заключенным, люди выходят совершенно другие. Они имеют перерождающие свойства. Они написаны без приглядов в глаза, нравится, не нравится. Они написаны все до одной в пророческом духе. В каждом томе 3000 ссылок, примерно, на священное писание. Не просто указания, а пакеты целые. Откуда взято это? Место и выдержки из Библии. Во свете Библии. Во свете Библии. У православных вообще Библия никаким авторитетом не пользуется. Дальше. Вот мы едем по стране, ну и попадает, это мы в Северские огни, Тагульская районная газета. Книги в подарок. Прочитайте. Я сначала покажу. Вот, засними. Это где мы по районам ездили, но вслед нас печатают такие газеты. Там, где мы не натолкнулись на священника. Считай. Книги в подарок. Игнатий Тихонович Лапкин, знаменитый современный православный миссионер, основатель села общины Потеряевки, у нас на Алтае, на этой неделе побывал в Тогуле. Или в Тогуле? В Тогуле. В Тогуле. Встреча с интересным человеком всегда в радость. Общение с ним помогает внутреннему развитию. Собеседник уже ушел, а ты еще долго размышляешь и вспоминаешь услышанное. Вот и встреча с этим человеком заставила задуматься о многом. Игнатий Тихонович Лапкин родился 10 июня 1939 года. Верил, что есть Бог, загробная участь, рай и ад, смладенчество. Занимался исследованием Слова Божия почти 40 лет. Игнатий Тихонович дважды сидел в тюрьме за то, что в советское время проповедовал. И даже в тюрьме он продолжал свое дело. Многих привел ко Христу и там. Каждый день, каждая минута дороги для него, как последние в жизни. Встает в 4.30 утра, помолится и за работу. И так каждый день. Вот сейчас данный момент, это сегодня у нас 13 апреля 2013 года, 6 часов 12 минут утра. То есть мы уже закончили утреннюю молитву, всегда встаем в одно время. И я воспользовался дорогим гостем, братом Михаилом, чтобы он озвучил. Сейчас я включать буду ролики, не ролики, а разговоры, которые он с библиотекарами говорил и записал на телефон. Как разговор Невзорова с Березовским. Его сейчас везде выставляют. И вы увидите, то, что мы говорим, это не вчерашний вопрос. Я слово «проблема» не употребляю, я страшно ненавижу это слово. Есть нерешенный вопрос, я его заменяю. Дальше. В Тогул Игнатий Тихонович приехал по делу. Подарить свои книги библиотеке. Сумма довольно приличная. Но только одно условие у автора. Не препятствовать чтению его книг. Пользователям библиотеки. Вот одно условие. И под этим условием расписываются все библиотекари. И священники, которые теперь пытаются вырвать эти книги, вырывают и сжигают. Они людей делают кем? У него подпись. У меня подпись, сейчас покажу. Ни одна, ни две подписи. Сотни библиотек. И они говорят, так батюшка, мы же подписали хранить книги. Ну и разрешаю. То есть они самых подлых людей делают из самых честных граждан. Вот что страшно. А это люди нашего государства. Они разлагают государство попы. Они основы нравственности разрушают в государстве. И спрашивают, что делать? Ну не с колоколем сбрасывать, покаянию призывать их. Прекратить это безумие. Они не могут прекратить. Мне напоминает эту сказку одну детскую. Змее надо было переплыть на ту сторону, черепаха. Я, говорит, плыву туда. Ну а можно я на тебя сяду? Так ты же жалишься. Не буду. Переплыла и сразу ужалила в голову ее. Так, говорит, так у меня там дети есть. А я по-другому не могу. Это моя природа. Я смотрю точно так же. Господь посылает мир. Говорит, посылает, как овец среди волков. Значит, волки кто? Ну все, коммунисты, фашисты, масоны, комитет 300, те, которые иудеи распяли Христа, все это волки. Но когда собрал написанное из Мелита в ЕПС и начинает беседовать, перед ними епископ и пресвитер. Говорит, из вас вас станут лютые волки. Слово лютые означает бешеные, подлежащие отстрелу. Великая грозная беда грядет на Россию. И главные виновники это священники. Власти спутались с ними. Ничего не поняли. Россия к 17-му году была подведена именно ими. Семинаристы делали революции. Сталин, Микоян, это все, кто учились. Вот она, Помиловская бурса. Это волчатник семинарии. Я это уже неоднократно показывал. Когда выходим из храма с прощенного воскресеньем, вместе подходили к священникам, там 20 с лишним стояли. И охерей здесь. И вышли на улицу, они нападают на нас, беют его в морду. Дурак, старый козел. Это семинаристы, и среди их священник стоит. Это уголовники. Это будущие попы, священники. Невзоров здесь прав. Он прав в этом вопросе. Прав, что власть слепилась с церковью. Перед властью мы все одинаковые. Свидетели Иегова зарегистрированы, добрые граждане, баптисты, адвентисты. Они не могут им не давать то, что дают православные церкви-то. Встречается только там. Ну, личное пристрастие президента, премьера, я понимаю. Но для граждан-то. Они гоняются за моими книгами. Сейчас вы услышите как. Непрерывная ложь. И ни одного обвинения за 11 лет. 11 лет – это большой срок. Сейчас я покажу только сотни подписей, которые они заставляют нарушать. Пожалуйста. Точно такие же книги получили городские и сельские библиотеки края, Кемеровской и других областей. Оценить по достоинству произведение автора можно в библиотеке имени Чебаевского. Все. То есть здесь видно попу не по зубам. А кроме этого священник института приезжал к нам, с нами, служил с нашим батюшкой. И говорят, там, которые были, одна сестра, он приехал, как преображенный, весь светится. Он никогда этого не встречал. Так у них, говорит, один к одному. Да, один к одному. Возглашали во время богослужения в Патеряевке патриарха, а потом Лавра. Вот тогда Лавр был, а сейчас Иларион, митрополит русской православной зарубежной церкви. Мы через них, им подчиняемся. Напрямую к патриархии мы никогда не пойдем. Там смерть. Они сразу уничтожат наш детский лагерь, которому 40 лет. Все занятия, какие у меня были в университете, они за мной гонялись, приносили документы, чтобы меня выбросили. Я три радиопрограммы вел, а они добились, чтобы меня отовсюду выбросили. Я слышал от них, видел и документы, и все, что они делают. Вот. Теперь, почему я даю даром книги? Пожалуйста, сфотографируй документ этот. Я сейчас дам брату Михаилу прочитать его. То есть я разослал во все библиотеки страны, до единой библиотеки, у нас люди потрудились, что вышли такие книги. И я хочу их подарить. Но только пересылку я не могу платить. Пересылку! Каждая пересылка стоит там тысячу рублей. Да, считай. Управление культуры и массовых коммуникаций Рязанской области, государственное учреждение культуры, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, улица Ленина, дом 52, Рязань. Все, довольно дальше считай. Уважаемый Игнатий Тихонович, выражаем вам признательность за внимание к нашей библиотеке и за информацию о вышедших книгах. Они могли бы стать прекрасным пополнением фонда и послужить развитию добрых начал духовного. К сожалению, из-за недостаточного финансирования мы вынуждены отказаться от приобретения очень важных книг, в том числе и предлагаемых вами. Еще раз благодарим вас, желаем дальнейших успехов, директор библиотеки Пронина. Все, я был там, они не могут пересылку оплатить. И я принимаю решение приобрести машину, грузопассажирская газель, и проехать по этим местам и подарить, самим привезти. Мы только на деньги, на дорогу истратили в прошлом году 222 тысячи рублей. Прошли более 50 тысяч километров. Мы в лесополосах, где ночевали, чтобы утром быть к какому-то пункту где-то ближе. Вот, теперь, ну еще одну просчитай. Так, Володенька, сними вот это. Посмотри. Вот эта пачка документов, которые мне пришли после того, как я предложил им. Вот эта Тюменская, одна из самых больших библиотек страны. Написано, это филиал президентской библиотеки. Я не знаю, какой президент Ельцин, Борис Николаевич ее основал. Как там принимали, какие этажи. И все это в интернете у нас выставлено, в роликах, фотографиях. Давай. Комитет по культуре Тюменской области. Автономная некоммерческая организация культуры Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева. Уважаемый Игнатий Тихонович, Тюменская областная научная библиотека получила ваше предложение о комплектовании литературой. В настоящее время у библиотеки нет возможности перечисления средств. Письмо передано в отдел комплектования для изучения запросов. Наличие этих изданий в библиотеке. С уважением, главный специалист Центра организации и управления фондами Борисенко. Все. Я говорю, фотографии и ролики выставлены в Мейл.ру. Вот, выставьте в Мейл.ру. Игнатий Лапкин. Больше тут ничего не надо. Если вы зайдете, ну, у нас еще есть этот, вот, православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Здесь наших роликов уже тысяча. Без двух. Вот оно где. И вы здесь все найдете. Тут разбито где-то на 36, ну, папок позиций где-то. А если в этот, зайдете вот во свете Библии, то вот справа 4124 ответа. 55 папок. Проделана была громаднейшая работа. И мы поехали, и я подарил, как автор, я имею возможность эту. Какую возможность? Главная движущая сила, это любовь. И меня спрашивают, что вами движело вот такое предпринять? Три месяца, одну неделю мы ездили. Это ужасно. Сколько мы переплыли рек, на паромах, ну, находка портов. Владивосток, Москва. Я покажу сейчас документы, полученные из каждой библиотеки. Я говорю, любовь к Богу и к моему народу. Моя страна в грозной опасности исчезновения. И на краю пропасти я пытаюсь остановить, замедлить этот распад. Везде кидаются сразу, а может экстремистские книги? Проверили? Нет, книги не экстремистские. Но священники это уловили. Они приходят, эти книги нельзя, это экстремистские. Библиотекарь идут, нет в экстремисте. Батюшка, ну, их не успели еще занести. Мы уже знаем более... То есть они лгут, это лжицы. Это самые настоящие слуги дьявола в данный момент. Лошадь дьявола. Ну, нету этого батюшка, нету, они не экстремистские. Но у меня отдельный том, 18-й, о мусульманстве. Разбираю весь Коран, Пасура, Майайя, там, в сравнении с Библией. Эти книги супермирные. Как нам жить мирно в нашем государстве? Три тома посвящены еврейской теме. Что о них было сказано 3600 лет, и талмуд разбираю. Этого нет нигде в мировой практике. На основании Библии. Как Библия об этом говорит, как у них там написано. И сколько добрых слов. Как прийти к мирной жизни? Что нам нужно делать, чтобы прийти к единомысле? Никаких консенсусов. Что Слово Божие говорит? По какой бы теме ни коснулись, мы практически говорим. 17 тысяч сел было уничтожено в России за 15 лет. Мы взяли отдельный участок земли. И строится деревня с нуля. Без рубля от государства. Государственная школа, храм. Все своими силами. Но спать придется мало. И это все показываем. Вот детей и беспризорность. Я создатель детского лагеря. Он был один в свое время в России. Один. Православный трудовой детский лагерь. Без помощи государства. Ни рубля за 40 лет. Тысячи детей. Лагерь комплексный. Там отдыхают и родители. Последуйте этому примеру. И с беспризорностью покончено. В моем доме еврей делается православным священником. Обратите каждый священник одного еврея. Сделайте. Да они и священники такие. Я скажу, один из самых лучших. Поручение с патриарха Ильи Второго. Грузия. Наум Израилевич Борщуков. Да вот сегодня тут все давит власть. В моем доме обращается следователь КГБ. Делается священником. Пусть через каждого один придет. В моем доме приходит, делается верующим, священником, эрмонахом, двоюродный применник главного идеолога СССР Суслова. Геннадий Яковлев, ставший эрмонахом Григорием в Туре, где Кришнаид отрезает голову ему. А там ученик нашего века. А сочувствие патриарха Алексея присылали. А все они называют себя чадами моими. Я мирянин. Здесь все перевернуто. Бог так делает. Дух Святой касается новых и новых людей. Кто сидели в вузах, Лепьяхунин. Никто даже не слышали, что Бог делал. Они у меня остановились ночью, люди сзади, утром только я узнавал, сколько человек стояли на коленях, молились. Вызывали следователей, меняли показания. Это Бог дает власть. У меня власти никакой нет. Я сторож и печник. Я прораб был, но работать не давали нигде. Далее. Приезжая в каждую библиотеку, мы даем бланк, который заполняют они. Я покажу пока. Это как раз из города Кемерово. Кемерово, которая терроризирует тамошние архиереи и священники. Они сейчас прочесывают всю Кемеровскую область. Изымают книги. Под лживыми, надуманными предлогами. То им книги нужны такие. У вас библиотека мирская, а нам как раз книги такие нужны. А потом похваляются, как мы книги лапки нашли, вот как профессора Осипова монахи жгут. Я удостоился этой чести. Пусть не рядом, позади Осипова, но удостоится чести. Когда эти злобные люди пожигают то, что не прикасались. И ни один еще не сказал, что он что-то прочитал. По порядку считай вместе с тем, что написано. Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова. Библиотека получила в дар от Лапкина Игнатия Тихоновича 38 изданных им книг на сумму 12 тысяч рублей. Книги все новые. Первое. Новый Завет с толкованием блаженного фифилакта с комментариями Лапкина и Игнатия. Три книги. Второе. К истинному православию. Третье. Симфония на неканонические книги Библии. Четвертое. Симфония на жития святых. Пятое. Для Слова Божия нет уз. Шестое. Стихи. Церковь, свобода, тюрьма. Седьмое. Открытым оком 30 томов. Обещаемся хранить эти книги, чтобы ими могли свободно и всегда пользоваться желающие. Библиотекарь Щербакова. Издатель книг Сих Игнатий Тихонович Лапкин. 18.06.2012 года. В прошлом году проезжали. Они подписали. Что здесь? Обещаемся. Тут в газете мы читали только одно условие. Обещаемся хранить эти книги, не попам отдавать их. Чтобы ими могли свободно и всегда пользоваться желающие. Теперь они не могут пользоваться. Что они делают с людьми, священники-то? Ну, не давший, говорит, держись, а дал слово, крепись, или как там говорится. Им говорят, мы документы. Копию это оставил. Один документ им. Синяя, видите, это официально, даже не копия. Для них это ничего не значит. Они из любого сделают самого подлого негодяя. А я тебе прощу грехи. Он простит грехи. Он о своих грехах забыл, а это прощает. Зачем им нужны книги? А там написано, о нас плохо. А о них плохо написано. Но у меня есть человек, он никогда не говорит обо мне хорошо. Это Ахав. Это племя Ахава. Он не сказал Ахав, что пророк Михей не говорит о нем правды. Я о чем говорю? Вы не учите народ. Какое горе ждет вас. Иоанн Златоуст говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться. А их миллионы гибнет сегодня. Все тюрьмы забиты, все православные. Все с крестами. И любого причастят. Вот посмотрели Кемерово. Вот еще, пожалуйста, посмотри. Я покажу только. Даже от руки написано. Это посылают они пакетом мне. Вот. Пожалуйста. Просчитай. Слух. Министерство культуры Свердловской области. Государственное учреждение культуры. Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского. 25.07.2006 года. Благодарность за книги. Государственное учреждение культуры Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского приняла в дар 15 книг, открытым оком, Новый Завет. Директор библиотеки имени Белинского Цыпина. Это документы, официальные документы, что они получили. Теперь, я никогда не знал, что, оказывается, мои дети, внуки могут претендовать вернуть книги эти. И чтобы этого не было, стали составлять акт. Вот я покажу, какие акты. Некоторые, может, не видели таких документов. Я их имею. У меня пачки документов этих. Где библиотеки сами составляют без моей просьбы документы. Посмотри. Утверждаю. Директор Национальной библиотеки Республики Татарстан Камбеев 11 июня 2012 года. Акт приема документов в Национальную библиотеку Республики Татарстан. Настоящий акт составлен 11 июля 2012 года. Ну и так, это по норме. Видите, акт составлен. О чем этот акт? Я сейчас покажу. О чем этот акт? Вот смотрите, какой договор составляется. Вот он договор. Я говорю, да мне не надо. Как это не надо? Это нам надо. И вы распишитесь, что ни дети, ни потомки, никто никогда на эти книги не покусится. Но здесь не оговорено, чтобы православные московской патриархии священники как сыщики не рыскали, не брали. Они их пугают. Я тебе исповедовать не буду, не причащусь. Не причащу. То есть ты сдохнешь у ворот Царства Небесного и не зайдешь туда. Смысл один. Они пугают и играют причащием. Везде все одинаково. А я не причащу. Узнали у бабушки мои книги. Отдай книги, не причащу. Так мне же подарили. И мы сказали отдай. Все они причащают ее. Она дала. Они назад уже не отдают. Такой подлости вообще нельзя даже придумать. Это договоры. Вот они как составлены. Это государственный, как сказать, бланк, печать. И они ни на что не смотрят. Ни перед какой подлостью не останавливаются. Я пытался закрепить молитву. И они молитву прошибают. Это свора целая. Лютых волков. Ну вот, прочитаю. Ну, несколько слов прочитаю. Договор пожертвования. Город Осинники. Гражданин Лапкин. Вот я скажу. Город Осинники. Все. Они узнают. Они сейчас слушают, высчитывают. Я покажу все документы. Все библиотеки. Я им задам работу. Но везде им не отдадут. Книги поставлены на учет. Есть места, где им недоступны. Они зубами скрижащат попы. Там около ворот стоят. Как Мамо Басил в Грузии. Там редакция что-то сказала. Так он пришел с варочным аппаратом. Заварил их. Они не могут оттуда выйти. Нам это надо. Последние вот эти строки. Что тут? Срок действия договора. Заключительное положение. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Уполномоченными представителями сторон. И действует до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Всех принятых обязательств. Сейчас еще раз говорю. Считать время нет. Затягивает. Я к главному не дойду сейчас послушать. Видите как. Им показывают документ. Все останавливаются. Но тут еще вот какая тайна. Что это бюджетники. И они стоят в зависимости от вышестоящих. От губернатора. Это было в Омской. Мы сидели в приемной. Я не мог подарить архиерею тамошнему. Книги ушел. Но они взяли это на счет. Ага. Я дал. Кто такие-то. Теперь. Они давят на губернатора. А губернатор к ним расположен. Это православный. Настоящий. В их понятии. К ним кто. Если склоняется. К их ризе. Жмется. Как раньше к сталинскому голенищу. Все это наше. Они через губернатора. Мы в Селькуле были. Подарили библиотеку. Священнику. И он через 4 часа на него даванули. Он уже. Приезжайте. Заберите книги. Священник тамошний. Навтознавай город из Селькуль. Иначе я их сожгу сегодня же. Это лютые волки. Я начинаю узнавать. Что случилось. Они говорят. Там глава администрации поступила. Они на него. Они знают. Им через власти надо действовать. Им скрутить надо голову. Мормонам. Всем. Лев Толстой только помогал. Духоборам бежать отсюда. Гнобили 300 лет старобрядцев. Они по другому не могут. И что он делает здесь. Он ему даванул. Чтобы к вечеру. К 6 часам. Библиотеки. Книг. Лапкина. Недой не было. Он не знает. Ни Лапкина. Ни книги. Но у него власть. Почему? Ему архиерей сказал. И отношения с архиереем. Они строились не один день. Он не будет их портить. Ради какого-то Лапкина. И теперь оттуда звонят. Что нам делать? Мы же подписали. То есть есть люди честные еще. Более честные, чем православные попы. Я говорю. Вы кто будете? Я библиотекарь. Я благословляю вас. Книги забрать себе. Такое сокровище. Мы уже начали читать. Из рук не выпускают читатели. А они ничего не соблюдают. Ни нравственные принципы никакие. Я говорю. Заберите себе. Заберите. Вот теперь я показываю. Русская православная церковь. Целая пачка. Кому я подарил. И какие благодарности. Ну я думаю. Никто не будет отрицать. Что это есть. Это документы. Я никого не обходил. Но увидев их злобность. Я стал уже не к архиереям. А только к священникам. Но гляжу они одинаковые. Я перестал к ним заезжать. Наша задача приехать. Чтобы они не знали. И они в библиотеке поставили своих людей. Которые контролируют. Я говорю. Вы Конституцию Российской Федерации нарушаете. И вас никто не ставил туда. У нас не теократическое государство. Они ничего не понимают. В одном городе. Там Зеленогорск какой-то. И она уперлась с женщиной. Я говорю. Вы тоже ничего не понимаете. И книги православные. А батюшки нету. Отца Бориса. Он через три дня приедет. Да у нас минуты. Минуты. Если мы опознаем в следующем городе. На одну минуту. Нас уже никто не примет. Нам нужно библиотеку. Потом мы в храм сходим. Отец Борис через три дня приедет. Пока помолитесь у нас в храме. Я три дня буду ждать. Да что он узнает. Когда в книге 750 страниц. 64 страниц и цветных фотографий. Он фотографии не успеет пересмотреть. А я буду ждать. Они как умалишенные. Я говорю. А какой она должность занимает. Прошу. Да никакой. Это у нас такая договоренность. Ну неофициально все. Это люди из церкви. Ты что на мне мозги-то? Говорю. Пудрят. Я пошел к директору. Она говорит. Ну у меня вот документ. Давайте подпишусь сейчас. Все. Скорее смели. И она стоит. Рот раскрыла. Ее поставили глушить. Это все патриархия делает. Притом самое страшное то, что они воюют против того, что за них ни в одном месте, нигде мы никуда людей не зовем, как только московскую патриархию. Только. И этим я занимаюсь 40 лет. Сколько священников патриархии, которые в моем доме пришли. Они ни на что не смотрят. Это одержимость бесовская. Просчитай слух. Русская православная церковь. Московский патриархат и Катеринбургская метрополия. Храм-памятник на крови во имя всех святых в земле российских просиявших. Духовно-просветительский центр. Патриаршее подворье. Библиотека державная Духовно-просветительского центра. Патриаршее подворье с благодарностью приняло в дар от Лапкина Игнатия Тихоновича книги «Новый завет» с толкованием блаженного феофилакта. С комментариями Лапкина «Симфония на жития святых», «Симфония на неканонические книги Библии» «Для слова Божия нет уз». Зав. Библиотека державная Редкошеева. Пожалуйста. Но это для них ничего не значит. Я показываю пачку, которая из храмов. Вот. И они сейчас по храмам по этим пойдут. Я не боюсь показать это. Этим они только дополнят. Как Павел говорит, они всегда противятся и дополняют меру отцов своих. Держи-ка. Вот. Смотрите где. Ну вы слышали такое? В Алтайе есть Ростки. Пожалуйста. Библиотеки Шукшина они изъять уже вряд ли смогут. Там Ольга была, Василия Шукшина. При ней фотографировали. А это священник. Они сразу под запрет. Вот. Теперь Омская, где ООО «Областная». Вот все эти, ну видно по этим, по печатям хотя бы. Они все рассмотрят. Они сейчас составят инквизационную комиссию. Они будут работать по этим. То, что я показываю. Пожалуйста. Томская. Пожалуйста. Говорят, а ту его. Вот. Свято-Никольская церковь. Вот, пожалуйста. Пока показывай печати только. Держи. Покрова Пресвятой Богородицы, Новосибирская область. Да хотя бы как эти, печати показать. Ну, может, я это все показываю, но где есть. Пожалуйста. Я это даю для тех, кто там не знает, что могли брать. И для тех, где еще сохранились книги. Вот. Это приход Михаила Архангела. Тоже Новосибирской. Посмотри, сколько. То есть, вот это целая пачка. Мне и показывают тут это уже. Вот. Вот посмотрели Кемеровская область. Посмотрите сейчас. Ты будешь читать вслух. Это что? Москва парламентская или называется президентская библиотека. Парламентская библиотека. А там это недоступно для них. Это уже у депутатов Российской Федерации в Государственной Думе. Ну, кое-что им не по зубам. Там они не могут достать. Дальше. Вот это историческая государственная публичная библиотека в Москве. Тоже недоступна священникам. Тут ничего не могут сделать. Не знаю, патриарх может или нет их изъять. Это для них как красная тряпка, что я показываю. Они спать сейчас не будут. Назначат целой комиссией. Государственная библиотека имени Ленина в Москве. Светлов принимал. И все это снято на ролике. У нас стоит. Все это бесплатно. Их особенно тревожит бесплатно. Они же ничего не бесплатно. В одном месте наша раздает сестра. Ну, а бабушка лезет и достает деньги. Она говорит, да бесплатно. О, я думала православная. Да кто православная? Иди отсюда. Православные ничего даром не дают. Сектанты. Она давала по листику. Такое есть у нас отдельно напечатанное. Я сейчас даже покажу. Перед тем, как книгам у меня издать. Вот. Я издавал отдельно листики. Государственный Алтайский университет издает газету за науку. 999 экземпляров. А я договаривался, оплачивал внутри. Газеты вкладыш делали. Это о слове, о сне. Вот как оно выглядит. 25 тысяч экземпляров. И бесплатно раздавали. И поэтому, когда бесплатно стали давать, сразу высчитали. Это православная разве? Православные ничего даром не делают. Иди отсюда, сектантка. Это бесплатно дают там свидетели Ивовы, Баптисты, Мормоны. Наши никогда не дают. Я показываю. Тюменская область. Тюменская. Город Тюмень. Давайте туда. Посылайте своих сыщиков. Но вряд ли оттуда вытащить. Это государственная библиотека большая. Дальше. Город Находка. Ату его. Город Находка. Город Улан-Удэ. Можешь целиком брать. Они рассмотрят. Сейчас дадут туда сигналы и изъять книги. Дальше. Приморский край. Уссурийск. Я не беру районную, потому что времени для этого не достает. Новосибирская областная библиотека. Я не успеваю увидеть, Игнатьев. Не успеваешь? Давай. Конечно. Я так, на таком расстоянии настрою, чтобы одинаково. Юношеская. Дальше. Я покажу просто, чтобы люди увидели. Как-то с печатью, чтобы было. Город Щита. Город Щита. Дальше. Ну, я только беру. Только большие города. Районы. Вот сейчас покажу пачки. Хабаровск. Иркутск. Иркутск. Красноярск. Город Красноярск. Областные. Только областные показываю. Областные. Новосибирская государственная научная библиотека. Ну, тут уже вряд ли они возьмут. Дальше. Я беру только большие города, известные. Благовещенск, Камурской области. Это мы там везде были. И везде идут, проверяют сразу. Да нет, это не экстремистские книги. Никто этого слова не знал. Ну, тогда был враг народа. Предатели наглые напущены. Вот оно, где это идет. Республика Алтай. Это горный Алтай. Это должно быть. Город Златоуст. Город Златоуст. Вот она. Пожалуйста. Библиотека. Это что здесь? Курган. Курганская. Город Курган такой есть. Держи. Я только некоторые показываю. Самара. Это я даю людям знать, где есть. Но знаю, что туда появятся нежданные гости. Так, это что? Ну, короче, так. По всей стране надо искать. Это не посмотри, какое это. Там по печати или как, определи. Я пока покажу Пермь. Пермьская. Тайшет. Да. Еврейская автономная область. Какая это? Тайшет. Тайшет. Это около вас где-то? Ну, это в Сибири. Вот так, смотри. Дальше что? Вот это город Ишим. Ишим. Вот это одна из самых больших библиотек в Томске. Томская областная библиотека. Вот она где. А вот та самая Рязань, которая говорит, мы не можем купить, у нас ничего нету. Вот она, с Рязани. С Рязани. Пожалуйста. Это я только часть показываю. Тобольск. Тобольск. Чувашия. Чувашская. Национальная библиотека. Пожалуйста. Это даже не поняла. А, Татарстан. Татарстан. Областная. Ну, или какая? Республиканская. Ижевск. Город Ижевск есть такой. Мотоциклы выпускали когда-то. Пожалуйста. Нижний Новгород. Нижний Новгород. Ну и так. Я покажу сейчас целые пачки. Чтобы туда проехать, по районам, мы должны иметь были карты. Составленные карты. Как мы по ним ехали. Вот показать даже. Это что у нас? Это Кемеровская область как раз. Вот посмотрите. Это все люди находили. Мне нужны районы. Как проехать? Дождь там. Нас это не касалось. С нами была ученая собака восточноевропейской овчарки. Овчарка Ураган. По наводке нас милиция останавливала. И все это на ролике снято. И везде с нами обращались. Везде хорошо. Нигде не лгали. Кроме где сталкивались со священниками Московской Патриархии. Ну и вот дальше пойдет. На второй ролик. Вот посмотрите. Омская область. Это мы полностью прошли области. В каждый район. Ну я думаю, что кое-что это останется. Когда я книги отдал, они мне не принадлежат Богу. Они у Бога воруют. Они калечат души людей. Которые дали подписку. Подписка везде дается. Что они книги будут беречь и для людей. Эти книги. Это что у меня. Новосибирская область. Вдоль и поперек прошли. Все здесь. Алтайский край. Только 60, кажется, или 70 пунктов. Да еще и более мелкие были. По нашему району почти в каждом селе. Пожалуйста. Вот. Я бы мог тут показать. Вот только показать целую пачку. Которые из разных. Это с другого места. Вот. Ну и здесь это все карты. Предполагается нынче, если Господь благословит. Но мы думаем проехать по всей Европе. 35 государств. Скандинавия, Прибалтика. Только что получены приглашения. Теперь из Лондона ждем приглашения из центральной библиотеки. Но тут уже вообще они с горя, говорится, сдохнут. Враги наши. Вот наша краевая библиотека. За книгами они приезжали ко мне каждый раз сами на дом. Бесплатно. Тут они не могут изъять никак. Попытки были, я узнаю уже неоднократно. Там два экземпляра. Абсолютно бесполезно. Подержи-ка. Целая пачка из одной библиотеки. Шишковка называется. Вот она. Ну немножко я покажу, чтобы за каждой они приезжали ко мне домой на машине. А попытки были, притом неоднократно. Пожалуйста. Какой том выходит, они уже у меня здесь. Ну и так понятно. Вот целая пачка. Шишковка барнаульская. Самые лютые недруги сегодня. Просвещение народа это православные священники московской патриархии. Я обвиняю их перед Богом. За всю ту подлость, какую они против меня творят. Против книг. Притом, я говорю еще раз. Я жду суда. Павел говорит, благодарю Бога, что имею возможность защищаться. Мне возможности такое не дают. Но обвинения дайте. По книгам. Притом, во свете и Библии. А не то, что сказал кто-то. Кто-то меня вообще это не интересует. Вот здесь я только беру. Это вот пачка по каким-то областям. Вот показываю где-то. Вот она. Ну, чтобы только видно было пролистать. Все они с печатями. Это не все. Теперь беру еще пачка. Вот она где. Вытряхиваю. Посмотрите, какая пачка. Это все труды. Куда мы должны были доехать, встретиться, собрать народ. Перед библиотекарями выступить. Этого никто никогда не делал. Притом, даем свое. Даем свое. Не просто свое, а я автор. Автор 38 книг. Это не все еще. Еще пачка. Даже показать только. Это по областям разложено. Это какой Красноярский край. Вот оно где. Где только можно было. Ну, видно нет синей печати. Мелькает. Ну, я не могу просто так дальше. Что же случилось? Смысл положим. Потом я разберусь тут отдельно. Вот брат Михаил приехал. Расскажи по порядку. Как ты решил там проверку устроить? Ну, прошло уже почти год. И решили мы позвонить в библиотеке узнать, как идет продвижение книг. Люди читают или не читают, берут или не берут. Я буду вставки небольшие делать. Дело в том, что мне сообщают по интернету, которые говорят, что мы ваши книги на самом видном месте. Беда одна книги воруют. Воруют это означает спросом пользователей достать нельзя. Однажды говорят, выносят, ему говорят, у нас тройная стоимость за книгу, а я пять стоимости отдам. Мне такой книги больше нигде не достать. К примеру, сказать, двадцать шестой том. Это триста поэтов России за триста лет, что сказали по определенной тематике. Допустим, о семейных отношениях, о подготовке к революции. Ну, я задаю вопрос, ну, создайте такую книгу. Ну, я везде добавляю, без Евгения, в Тушенко, мне бы не одолеть это. В книгах три тысячи четыреста шестьдесят семь моих стихотворений. Девяти куплетов, девять куплетов четырехстрочных, каждое стихотворение. Вот сейчас все готово к изданию четырех книг моих стихов по восемьсот страниц. Заполнена каждая строчка, каждая строчка, сорок две строчки, и с эпиграфами из Библии. Но средств нету, пока приостановлено. Говори, пожалуйста. Позвонили в город Осинники Кемеровской области. Нам сказали, что приходили священнослужители, не называя имен, и сказали, что эти книги нужны в церкви, в церковной библиотеке. Они религиозные, поэтому в светской библиотеке они не так имеют надобность иметь место, как в церкви. Ну, библиотекарь и директор поверили им и отдали им. Позвонили в Калтан. В Калтане нам никто ничего не ответил конкретно. Сказали перезвонить. Потом это, в общем, мялись-мялись, так и ничего мы не добились ответа никакого. Наконец я позвонил в город Таштагол, Кемеровской области. И тут самые такие откровенные ответы получил, которые я даже не ожидал, что такие получу ответы, о том, что церковь запретила эти книги выдавать людям. Заметьте, церковь запретила. Вот об этом Невзороб Александр Глебович и говорит. Это самое страшное сращение монаршего и патриаршего престолов. Это гибель страны. Не меньше. Народ это поймет. Никакие стояния церковников не поможет. Эти плесуни будут в каждом храме, только будет другое. Крови будут все заливать, но от священников освобождаться. Лезут в школы, АПК. Им нужно заниматься душами. Людей познакомить со Христом. Свидетельствовать о Христе. Мне задавали вопрос, а что бы вы сделали, если вас избрали патриархом? Я говорю, не дай Бог. Бодливые корови Бог рог не дает. Ну, а если бы случилось, ну, первым делом, первый указ мой бы был в первый день. Прекратить строительство всех храмов, заморозить стройки. С государством прекратить связь, не принимать никаких пожертвований на свои средства. А все деньги, освободившиеся, бросить на издание Новых Заветов. Второе. В один день, я патриарх, прошу не спорить, я бы открыл не меньше тысячи училищ. Так у нас где преподаватели? Я знаю где. Я бы обопротился Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. Там проповедника хватит. Все подписали бы, которые подпишут, те будут преподавать. Не трогать догматику православную. Иконы это не идолы. Ничего не задевать. Только научите любить Библию и Христа. У них нашлось бы не тысячу, а больше. Но я бы в один день тысячу открыл бы училище. Открыл? Ну, я не патриарх еще сегодня. До обеда пока я не патриарх. Поэтому не бойтесь этого. Там только еще проекте у меня написано. А дальше? Ну, я дальше и говорю, что нужно будет делать? Там просто у меня на форуме это все стоит. Ну, а дальше? К вечеру нужно спрятаться как можно дальше. Иначе уже к утру они убьют. К утру убьют. Имя свое менять бы не стало. Я назвал сейчас Игнатия Ростовского чудотворца. А имя мое изменено было сейчас Игнатия Богоносца. Все на этом. Изменения было бы уже в ближайшие годы. Этих плесуней, плесадеб в храме немедленно освободить. Их нельзя было пальцем трогать. Нужно было только молиться, а храм как осквернен и закрыть на три месяца. У меня четкая определенная программа на основании вот этой книги, которая заставляет меня так думать. Я бы их познакомил, священников. Кто не крещен правильно, не уверовавшись за штат. Кто рукоположен до 30 лет под запрет. А почему так? Шестой Вселенский Собор, 14-15 правила. Апостольское правило, 50-е. Шестой Вселенский Собор, 19-е правило запрещают толковать по своему Библию. Книга правил должна быть у каждого священника. За нарушение церковных правил, которые регламентируют нашу жизнь, под запрет сразу брать их. Все выправилось бы. Ситуация под контролем. Ну и дальше. Ну что, этот ответ меня, конечно, очень удивил. Мы записали этот ответ на диктофон. И вот я привез Игнатию Тихоновичу показать, что говорили эти люди на государственной службе, находящиеся. Так, это первый... как было? От кого? Первый раз позвонил, мне ответила женщина... Как фамилия? Латкин Игнатий Тихонович. Латкин? Латкин, да? Да, Латкин. Вы Сотова, нет? Я Сотова говорю. Ну, теперь... Латкин. И кто он имя учится? Игнатий Тихонович. Мне сказали, что в прошлом году летом к вам привозили книги его. Ну, сейчас минуту, я директору передам трубочку. Подождите минутку. Ну, что, возьмите с вами, что? Так ты его чего нервничаешь? Не, ну вы меня объяснили, я... Чего ты нервничаешь? Я тебе эту бумагу дала? Это не знаю. Мне отпечатывается... А? Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Калинин, это читатель же. Алло. Скажите, пожалуйста, книги этой Игнатий Тихоновича есть у вас, Латкина? Ну, вам женщина же сказала, сейчас немножко, погодя, перезвоните. Она по каталогу посмотрит. Ну, я прикидок могу к вам это взять? А какие... что за Латкин это? Ну, Игнатий Тихонович Латкин, это православный там проповедник. В прошлом году он приезжал к вам это, оставлял книги. Зарил. И что? Ну, я хотел... Есть у нас эти книги, но мы их не выдаем. Не выдаете почему? Нет, потому что нам церковь запретила. Церковь запретила? Да. Так а церковь, какое отношение имеет? Церковь позвонили, нам церковь сказать. Ну, мы же как учреждение-то государственное. Вот именно. Какая-то негосударственная церковь, кто-то там не понять. Так нет, церковь-то как может запретить, если она государственного отношения никакого не имеет? Ну, так не что, а мы все равно придерживаемся за православие, то, которое у нас в церкви. Как вы же сами знаете, что сейчас общаются люди, если ходят в церковь какую-то. Не, ну, Павел, ну а у вас это, кроме этих книг, другие-то есть какие-нибудь книги? Да, у нас очень много книг православных приходится. А неправославные есть? Ну, у нас же библиотека, у нас всякие есть и православные, и неправославные. Какие вам нужны? Так, а Игнать Тихоныч почему запретили? Ну, потому что запретили, я не знаю, почему я позвонила, сказали, нет, их нельзя выдавать. Получается, что государственное учреждение подчиняется церкви теперь, да? Нет, мы не подчиняемся церкви. А если вы не подчиняетесь, как вы это тогда слушаете? Ну, я не понимаю, что вы от меня хотите. Вы книжку хотите? Да, хочу книжку. Прочитать книжку хотите? Да. Ну, я не знаю, сейчас я подожду. Ну, это нарушение Конституции, кстати. Нарушение? Ваши стихи экстремистских книг и никакой не нарушили. А, они ходят в экстремистские книги у Лапкина, что ли? Не знаю, сейчас подождите, я узнаю. Ира Степановна, этот Лапкин, где у нас в книжке в прошлом году-то вот тут на столе лежали? Целая куча. Ельянин, которая их на свою голову приняла, неизвестно у кого. Ну, понимаешь, что... И что нам сказали про... Нам же церковь что-то сказала, что нельзя, да? Наталья, нельзя, да? Да, да. Церковь нам сказала, да? А кто? А-а-а. Алло. Да, да. Ну, вот, у нас ездили сотрудники из отдела комплектования на областные курсы. И на этих курсах было сказано, что их нельзя выдавать. На областных курсах, да, у вас, блядь? Да. А почему такая причина? Причина какая? Не можете сказать причину? Почему? Ну, сейчас прошу, если она помнит, какая причина. Ну, насколько я знаю, она... Эти книги в экстремистике не подходит, не входит в список. Эти книги в экстремистике не подходит, не входит в список. Сказали, нельзя выдавать. Почему? Ник, а сейчас запись идет. Ну, да. Нельзя, которые как Макадару сессии нам не дают. Какие Макадару сессии нам не дают? Да не правите книги, совсем дайте беду. У нас там ученики, а, посетили на вау. А, Кеннер за такой робот. Чесал. А какой? А, Салтай, он что-то подсоил. Усас стал ночь, чтобы спасти в пещеру. И подсоил, кстати, ну, чё, облик, ну, чё, облик, ну, чё, облик, ну, чё, облик. Мы там соначили к нашему месту. Они с пещерной батюшкой вошли. И нам показывали письмо одно. Вот эти книги не является опровержением. А мы сейчас в этом мероприятии не являемся. Да я знаю, а вот теперь звонит мужчина и спрашивает эти книги. Вот он хочет взять почитать, а почему мы их не выдаем? Сейчас она отключится, Игнат Тихович. А? Отключит телефон. Значит, ничего не будет здесь. Здесь всё, не будет ничего больше. Да, значит, они между собой теперь переговариваются и договариваются. Они отключили телефон. Ну, и так, я понял. И я не мог уже дозвониться до них потом. В течение полчаса я ещё не это звонил. Полчаса ты второй раз перезвонил. Вот это второй разговор. Этих книг? Это вы сам автор книг этих? Да нет, я не автор книг. Я это, простой человек. Живу это в нашем районе. Мне просто сказали, что... Вернее, я знаю, что у вас есть книги, которые привозили в прошлом году. Игнатия Николаевича Латкина. Эти книги у нас все есть. Но наш работник был на областном семинаре по комплектованию. И там было сказано, что их нельзя выдавать читателям, потому что они экстремистского содержания. Они там проповедуют насилие, ещё что-то. Я читать их не читала. Знать не знаю. Будет вам я их не могу. Если вы хотите, то выбирайте все их из-за себе, пожалуйста. Понятно, хорошо. И они не очень так неоприходованы. Новенькие, как у мамы, любопытных. Их приняла библиотекарь, которая вообще недавно у нас работает, молоденькая, она ничего не знала. Она взяла их. Так бы мы их вообще брать не стали в нашу библиотеку. А, простите, как вас зовут? А зачем вам это? Какая родилась? Ну как? Я полугодин. Имя ваше как? Вы мне тоже не назвали. Я Михаил Кармальцев. А вот сидите, Михаил, приходите, сделайте заказ у вас на научную библиотеку. Если вам вышлют эту книжку, значит вы возьмёте её. Не понял. Придите в нашу библиотеку, сделайте заказ по МБА. Если эту книгу вышлют, значит вышлют. Вы выйдите в интернет, почитайте её. А выдать вам мы её не можем. Ну хорошо, вы только что сказали, что можете отдать вообще все их. Ну пусть он там приедет и заберёт их все. Я так думаю, что это вы и есть. Да нет. Ну вот пусть он приезжает, забирает их все. А скажите, этот список экстремистской литературы, где его найти? Его в интернете можно найти. Если хотите, можете у нас в библиотеке есть. А вы в курсе, что эти книги находятся в Ленинской библиотеке? Ну и что? И они это не считают, что это книги... А в Ленинской библиотеке находятся все обязательные библиотеки, все литературы, которые... В Парламинской библиотеке. Ну вот и попросите в Парламинской библиотеке. И ещё раз тысяча библиотек по всей стране они имеются. И никто не говорит, что... Да, наши сотрудники были на курсах, где им было сказано. А кто сказал, скажите? Ну, кто сказал, преподаватель из курсов. Если бы сразу позвонили, мы бы помнили, что они не могут вспомнить, кто им там сказал. Мы сказали. Раз вопрос такой, мы сейчас проверим, есть ли они в списке экстремистской литературы. Нет, нет, не будет в списке. Я ничего не спрашивала, за целый год ни разу ни один человек не спрашивал к этому литератору. Поэтому вот сейчас вопрос возьмём, проверим, почему. Ладно, вы не помните, значит, кто там преподаватель? Нет, я не помню, кто преподаватель. Ну, наверное, вот я не знаю. Можете позвонить, вот комплектование, комплектатор областной научной библиотеки Разумова Зоя Петровна. 75-79-35, Кемеровский телефон. Ага, благодарю вас. Кто-то из них, наверное, сказал. Ну ладно, я не автор, это вы точно могу сказать. Точно высказываю. Да. Мы начинём этой секции. Секты? Это какая-то секта, да. А почему вы решили, что это секта? Ну, потому что так было сказано. Почему, почему? Ты кем, скажем, а преподаватель? Я не знаю, кем скажу. Но я-то не была на этих курсах. Я хожу, я хожу лично, вот я хожу в православную церковь, исповедуюсь, причащаюсь, верую в Святую Троицу. И что, я секта, что ли? Ну, я знаю, если вы ходите, ну, значит, ходите. Ну, и Игнатий Тихонов, и тоже Лапкин, он тоже ходит так же в православную церковь, исповедуется, причащается. Ну, тогда почему он свои книги приёс лично в подарок, а не распродал через магазин официально? Он не распродавал какие книги. Это дело не в этом. Но когда дарят, это же дарить можно. Его воля он может дарить, может продавать. Ну, понятно. Это каждый из нас может выбирать. Поэтому он выбрал такой путь, что решил подарить заплату. А вам действительно, что могу сейчас сказать. Мы сейчас возьмём вот этот список, проверим экстремистскую литературу, есть ли это книга или нет. Я позвоню вот этой Раждумову, и я спрашиваю, на основании чего было это сказано. А знаешь, в церковь я звонила, я уж теперь тоже, это я лично звонила в церковь, и я не помню, кто мне ответил, сказал, что нет, мне эти книги не подлежат. Понятно. Ну, церковь тут это вообще-то не должна касаться. В библиотеках всякие книги там. И православные, и неправославные, и там, чего только там, каких книг не дали, это нет. В библиотеках очень много, можете прийти, почитать. Я вам перезвоню, мне конкретно надо его книги почитать. Ну как, хорошо, хорошо. Я вам перезвоню потом. Так, ну и дальше как? Я позвонил по номеру, который она сказала, начальнику отдела комплектования книг Кемеровской области. Покромче говори. Разумовой Зои Петровне. Она не стала там ничего хитрить, уговорить, что это будто бы там экстремистская литература. Она напрямую сказала, что эти книги к экстремистской литературе никакого отношения не имеют, к сектантской тоже не имеют. Но пришло рекомендательное письмо от правящего архиерея митрополита Аристарха о том, что эти книги не рекомендуется выдавать читателям, ввиду того, что есть, так сказать, ну я точно не могу сказать это, не читал потому что этого письма, но объяснило так, что разногласия между тем, что пишет Игнатий Тихонович Лапкин и тем, что чему учат, значит, это священно началье, так сказать, православной церкви. Ввиду этого они это рекомендательное письмо почему-то приняли к исполнению и по всем библиотекам, я так понимаю, разослали такие приказы, или негласные, по всей видимости, что эти книги положить в книгах хранилища, и чтобы они лежали и в фонды, их нельзя зачислять. И вот она, это библиотекарь говорит, что за год никто не спрашивал про эти книги. Естественно, кто может спросить про эти книги, если они находятся в книгах хранилища. Никто их не видит, никто не знает об этом. И ясное дело, что и никто не спросит. Спрятали, в общем, эти книги и никому не показывают. И чем закончился разговор с ней? Предлежит еще продолжение разговора или все закончилось? Теперь ты попадешь в библиотеку и будешь просить, чтобы дали почитать. Она мне рекомендовала, Зоя Петровна сказала, что эти книги в фонд зачислены не будут, они будут лежать, а потом будут списаны как макулатура. Ну и рекомендовала, чтобы мы их забрали, эти книги. Она называет себя, конечно, православной христианкой, но все-таки ответы у нее были честные, я скажу, по сравнению с тем, что говорили в библиотеке Таштагола. И я думаю, что, надеюсь, что мы еще с ней встретимся и переговорим на эту тему. Ну, я думаю, ты не против, что это все в интернет будет выставлено? Твои разговоры? Ну, для этого-то и я записал этот разговор, чтобы было известно о том, что у нас происходит. Какая неправда и несправедливость творится. И эту несправедливость идет от кого? От того, что, ну, от священства, от правящего архиерея. Люди-то чему учатся? Лгать, обманывать. А это категорически, ну, как, неприемлемо для христиан лгать и обманывать. Ну, это все просто. Понятно. Так вот, я обращаюсь уже к тем людям, которые будут это смотреть. Люди разного ранга. Если у вас будет возможность какая-то, у меня этой возможности нет, достучаться до высших сфер власти, чтобы они дали вот это прослушать и посмотреть. Они не понимают, какую беду нажили себе, запуская священников в свои структуры. Тогда нужно назвать, что это православное государство, как в Греции. Они все ломают, они все корежат, уродуют. Я показываю вот подписи, они ничего нет. Вот сегодня мы с ними договариваемся, идем по местной у нас здесь епархии, они стараются нас под себя подмять. Но договариваемся, я говорю, мы встречаемся, но условия везде непременно, что мы имеем свободный доступ к интернету, и поэтому у нас должен быть материал. То, что мы говорим, это фотографировать, снимать видео, аудио и записывать рукой. Хорошо, мы тоже будем снимать. Утром встречи в епархии, мы снова, да, еще раз повторяю, вы ничего не изменили? Нет, 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 мы тоже будем снимать, у нас люди назначены. Но когда сели за стол переговоров, они сразу снимают. А мы решили, то есть в одностороннем порядке, они решили, что не будем. Мы тоже сидим два епископа, я просто встал и пошел. Местный Максим спрашивает нашего етихи, так что, Игнатий вышел, он больше не придет, он говорит, он никогда на это не пойдет. И вам обвинить его, говорит, не удастся. Это наш епископ говорит, который лет 14 с нами был. Его обвинить в неправославии никому не удастся. Никогда. Потому что у него все основано на житиях святых, на канонах, и главное, на Библии. Они этому не внемлют. Какое может быть там объединение или разговор, вообще даже разговаривать не о чем. Вот мы разговариваем с священников, приглашаем к себе, они ни под каким видом не идут. Батюшка говорит, я уезжаю, приезжайте у нас, совершайте богослужения, идите по домам, ни под каким видом. Ну а можно я у вас тут приеду? Нет, нет, только батюшка, не приезжай. То есть они все исказили, и таинство, все избратили в церкви. Все везде за деньги, 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 что сами архиереи выступают на таких крутых машинах, ездите. Да это нам подарили, начинают защищать. Я гляжу, на защиту все становятся их. Но когда Бог закроет дверь, они поищут войти, никто не войдет. Я православный, я ежедневно называю их моему Богу, а в разумлении их, этих лютых зверей, лютых волков, чтобы Бог и превратил в овец. Понятно? Недоумение сектантов, которые говорят, вы все понимаете по-евангельски. Еще вы лепитесь в православие, где двое или трое, там и Бог. Я знаю, где нет рукоположенного священства по нисходящей линии до апостолов. Там нет церкви. Тут вот с чем дело-то. Я на этом стою. Меня не касается никто. Здесь нам не мешают ни баптисты, ни адвентисты, наоборот. Первые приходят баптисты, другие. И тут же участвуют, где мы в библиотеках бываем, и тут же берут книги, сразу читают. Где появляется в священниках православных мгновенно сразу ложь. Все потопляющие ложь. И поэтому, когда меня спрашивают, ну а вы можете так вот, такие у вас апаризмы все на меня. И что такое патриархия? Я говорю, ложь. Ну а более расширена всегдашняя ложь. А еще тотальная всегдашняя ложь. Во взаимоотношениях с людьми они натравлют людей друг на друга. Вот они что делают сейчас. Между священниками. Сегодня только его что-то священник косо взглянул, с ним уже другие не разговаривают. Но если священник благоволит к нему, подошел и улыбнулся, забегали вокруг него все сразу. Это были нормальные люди. Вот эта среда, она заедает их, потому что они бесправные. Одним щелчком архиерей может отправить его на покой, уволить, сам снять. Он никто, у него специальности нет. Вот у меня брат, отец Аким, он 34 года, протоиерей. С ним ничего архиерей не мог сделать. Они стали крестить правильно, купели построили, стали катехизировать, учить. Архиерей вызвал, вы раскол устраиваете. Другие этого не делают, а вы делаете. Убрать купель. Не учить людей. Прямо, говорят, это не кто-то, а омский. Феодосия отправили его. Я уж не говорю об аморальных, страшных делах, которые знали они на первом. О рукоположении, говорится, чтобы первая брачная ночь принадлежала ему с его женой. Ужас один. И мы живем в этом государстве, и правители не видят этого. Как этого не видеть-то? И лепится, и лепится, и лепится. Ничего вам не будет от этих священников. Они ничего вам не могут дать. Ищите Слово Божие. Вот где. Здесь. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Это во всех моих книгах отображено. Есть архиереи, которые расположены к нам, и когда знакомятся с книгой, они говорят, это настольные книги священнослужителей. По ним диссертации защищают. Я вложил туда 50-летний опыт, как образовывать группы, изучение Слова Божия. Это третий том открытым оком. Противосектантский. Второе. Я называю по томам, где что находится. 20-й том. Это мои беседы с Александром Менем. Священник был такой убитый. Все было записано на магнитофон, а потом отпечатано в аудио. В аудио это на нашем сайте. Вот здесь написано. Звук и аудио. Видео. Это тут мои беседы с Александром Менем. Тут начитаны все книги. Вы сюда зайдите. Вот если зайдете, я вам показываю это официально уже. Видите, православный видеоканал. Здесь об этом все. Я вынужден об этом говорить. Они преследуют меня. Павел говорит, почитаю себя счастливым, могу защищаться. Я требую суда Кесаря. Книги экстремистские. А теперь это выходит. Да нет, это никакого. То есть что они могут, то и говорят. Они не могут сказать, что я был помощник Геббельса. Или сват Гитлеру. Что я был двоюродный брат Сталин. Они это скажут. Ни перед чем не останавливаются. Встречается православное. А я вас знаю. Я вас еще вот таким знал. Я тогда узнаю, а склон такой. Он на 18 лет моложе меня. И он меня вот таким знал. Ну тут доказать-то вообще не надо. Я его мог таким знать-то. У них вывернутое стало сознание. И при том это не в одном месте. Это трагедия. Трагедия России. Что церковь, патриархия влазят в государственные структуры. В школы. Везде она лезет. А ничего они дать не могут. Ничего. Через какое плечо свечку подавать? Перед законом одинаковы все. Баптисты, адвентисты, яговисты. Мы дети одного царя земного здесь. И мы его, если образно так сказать, одинаковы на одинаковых правах. И вот это, когда дорогой нас останавливали, нынче мы ехали. По наводке опять же. Спецразработка. Нас везут. Ну, они многого не знают в милиции. Но когда видят, какие у меня документы, где библиотеки, узнают, что православные. Руку жмут, провожают нас. Я ужаснулся. Что нас ждет за это? О, а мы думали, баптисты. Да баптисты кто они? Нам у баптистов учиться еще надо. Какие они работники? Какие у них семьи крепкие? Сколько детей? Ну, а у нас тут два баптистов судили. Так может и Святили Иеговы. А их за что судят? Святили Иеговы. Чем провинились перед ними? Вы спросите писателя Александра Нежного. Он участвует в этом. Безумие. Церковь отделена от государства. И должна быть отделена. Церковь это не государство. Она на этом не остановится. Она будет сейчас подминать и подминать всех под себя. Ну, я говорю, ты же мирской человек. Почему ты делаешь так? Ну, у нас это вот как бы договор. Они меня вышибают с университетов. Я веду занятия в милиции. Они туда лезут. Им говорят, ну, ведите вы. Вы не ведете. Они говорят, ну, оплатить будете. Они не будут вести бесплатно. Я много лет вел занятия в высшем авиационном училище. Наконец, поделили все сферы. Вот эти подлые слова. Канонические территории, окормлять, воцерковленность. Это поганейшие слова придумали православные. Это означает научиться ходить. Батюшка, благослови. Батюшка, благослови. Батюшка, благослови. Мозги отшиблены. Слово Библия, Христос, даже не упоминается. В течение полчаса говорит, и вообще этого слова нет. Берут интервью у Чаплина. Все было это. Правая рука называют по связи с общественностью. И автор, который пишет, это в интернете я нашел. И она говорит, слово Бог в течение 20-30 минут. Он помянул три раза. Ну, как Бог с тобой поговорит. Слово Христос ни разу. Это действует религии, номенкатурные рабочие. Религия, они Христа не знают. Нам нужен Христос. Я считаю старостой, ну я старостой избранной нашей крестовозвиженской православной общины города Барнаула. И поэтому, а батюшка вон в деревне, тут редко бывает. Ну и меня везде приглашают, где бывают там какие-то конгрессы, коллоквиумы, там что-то собирается. Я везде присутствую. Всем даю 10-15 минут, государственные. Мне 5 минут. Больше не дают. Но я за 5 минут скажу им все. Я молюсь. И передо мной выходит вдруг доктор юридических наук Сорокин Виталий. И говорит то, что я хочу сказать. После него мне и 5 минут уже не надо. А речь шла об экстремизме. Он говорит, верующий не может быть не экстремистом. Экстремизм это человек, доводящий до совершенства любое дело. Подлинный смысл. Фанатик готовый умереть за дело. Фанатус. Я придя домой и позвонил ему, узнал его телефон. Я говорю, Виталий Сергеевич, кажется, откуда вы это знаете? Откуда? А 16 того подкрытым оком зря я считаю. То есть оказывается он приходит в магазин, где мои книги выставлены. У меня примерно 95% изданных книг, процентов, раздаю бесплатно. Это нужно. Ответ один. Моя страна в грозной опасности исчезновения. Я делаю эти попытки затормозить этот распад. Мне есть что сказать. И попы на пути стоят. Но смогут они? Нет, не смогут. Все в Божьей руке. Это они не против меня воюют. Против Бога воюют. Когда они подписали договор, я говорю, назад книги я взять не могу. Но я не могу включить туда, что если придут священники православной московской патриархии, вы не давайте. Ну в договор я не могу это вносить-то. И они везде лезут. Их сейчас только взять, они сразу попятятся. Он на архиерею будет скидывать. Ну нам архиерей сказал. А архиерей на патриархию, на сеноты, на Виссариона, на кого угодно будут скидывать. Это подлость в крови. Изменничество в крови у них. Почему? Повторяю. Сталин с Берия организовали структуру карманной патриархии в 43-м году. В этом нет раскаяния. Гнали, гнобили старобрядцев 300 лет. Зарубежная церковь принесла покаяние. Они сказали, не за то ли на нас обрушилось такое гонение, что мы, предки тех, не коньян, гнали вас. Простите нас, мы просим за отцов наших. Как у митрополита Филиппа царь Алексей Михайлович просил прощения за неуемную лютость прадеда, Иоанна Грозного. Это просил Феодосий-младший за мать свою Евдоксию, которая гнала и свергла Иоанна Златоуста. Просить надо и за умерших. Еще нет нигде, малейшего покаяния нету даже. Ни в народе, нигде. За расстрел царского семейства. Фашизм осужден. Осужден Нюрнбинским процессом. Почему его нет здесь, над коммунистами? Хотя они принесли трагедии больше в десятки раз, чем фашизм. Это сегодня прямо интернет этим наполнен. Требования депутаты требуют. А чего я хочу? Я хочу то, чтобы каждый занимался своим делом. Священников нужно вернуть назад, загнать их в церковь, и чтобы они обратились к Богу и пошли им народ проповедовать. Они не идут. Они любят подмять под себя. Даши даванул, позвонил, ну телефонное право. Вот они ничего не могут ответить. Книги в глаза не видели, не знают. Но нам позвонили. Это преступление. Преступление против совести. Они свободу у людей отнимают. Они осуждают и к народу не допускают сказать. Они делают себе вассалов везде во всей стране. Так это я. Они в детские сады лезут везде, настраивают. Все это будет в один день сметено Богом. Церковь крепится к этому строю. Строй будет сметен. И вместе с ним эта церковь уйдет. Она в небытие. Это хорошо описал Андрей Кураев. Если мы это не поняли, не вышли к народу, через 50 лет будет московский халифат, а не московский патриархат. У меня есть одно изречение, которого они мне никогда не простят. На основании изучения всех монастырских уставов, знания слова Божия, 50 лет я не выпускаю Библию из рук, я вывел такое в паризм. Монашество в том виде, в каком оно есть, принесло зло больше сток раз, что вместе взятые язычники, гонители христиан и иудеи, те, которые Христа распяли, фашисты, коммунисты, масоны вместе взятые, высасывали из народа самое ценное и гробили за стенами, не давая потомства, о чем пишет Сидоров. А что нужно сделать? Идти и проповедовать, слушать Христа. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Нужно научиться слышать голос Божий. А сегодня в России там 70-80% верующих. А сколько ходит в техническом университете? 21 тысяча студентов. И Евгения Павлова-Ципенникова, кандидат в наук, она 5 лет проводила анкетированный опрос. 3000 студентов, 100 групп. И, наконец, вывела проценты. У меня это есть. Из мракоизыщества называется. На 300 крещеных, 300, только один ходит в церковь. 0,3% и тот еще ничего не знает. Это название только одно, что церковь. Сегодня это как муляж. Люди ничего не знают. А вот прийти, набрать воды святой, все, до Пасхи. В Пасхе яйца, куличи. Ни о куличах, ни яйцах в Библии ничего нет. Я православный, я признаю. Я признаю, у меня все это есть. Ну как можно настаивать, чтобы другие это имели? Помешались на этих поясах Богородицы. То есть фетиш нужен какой-то. Мощи, мощи, мощи. Одни трупы лежат. Ой, трупами назвал. А как назвать? Любой труп называется мощи. И с неба яйца Христос, называемый трупом. Где труп, там соберутся орлы. Не надо благовидные такие слова подыскивать. Святые запрещают это. Побили Степана, и мы же благоговерно похоронили его. Ты прах, и в прах возвратишься. Прах. А они нарушают главный принцип, который Бог установил, что человек из праха создан, должен в прах возвратиться. И когда я говорю об этом, что отовсюду нужно мощи собрать, с честью захоронить, с церковными пестопениями, кадилами, свящами, и больше не прикасаться к ним. Ничего никто не слышит. Когда вот эта трагедия случится, а мы накануне стоим, может быть год-два и все кончено будет, я еще раз называю к совести священника, подумайте, что вы делаете. Вы, главные губители страны моей, как писал Евгений Евтушенко, и тут же обольстители толпы из той же самой партии попы. Забрались на мавзолей, вдыхают как и лей. Все в попыхах. Вы креститесь то в нос, то в пах. Перекреститься-то не можете. Я смотрю, как крестится патриарх, вот сюда рука все время. Путин крестится, вот так вот. Так у него учиться надо патриарху. Ой, это патриарх, трогать нельзя. Патриарх это человек. Он нуждается в нашей помощи. Я молюсь за него многократно, и днем, и ночью. И приму его по первому чину. Я ему написал письмо. Что вас ждет за то, что делает рукоположенные вами архиереи и прочее-то? Видимо, в этот антураж, так и перед людьми выступит, сказать это как на сцене. Мимо. Вышли, молчат. Стояли-стояли, молчат, молча уходят, скрылись в тумане, в дымных кодилах. Меня спрашивают, они у вас что, глухонемые, разговаривать не умеют? А в это время к двери идут свидетели Иеговы. Самая быстро распространяемая секта. Ну почему вы идете, они не идут. А не сеют, вы не сеете. Ну вот к нам кто придет, мы ему скажем. Повернули вспять. Написано, вы идите по всему миру. Когда считаем деяния апостолов, 8 глава, 4 стих, написано, что возникло гонение, Савву там лютует, а рассеявшиеся ходили и благовествовали. То есть они не прятались. Иоанн Затауз говорит, самые сильные апостолы остались в Иерусалиме, а всех остальных, они как искры, разбросали костер, и везде полыхать начало. Вот что нужно делать. Идти в мир. Я православный, мы идем, мы свидетельствуем. И у нас самое главное препятствие на пути московской патриархии. Но они ничего не успевают. Им ничего не успеть, потому что у них ничего нет. Они бьют в пустоту. Вот я преподаю в одном университете, они туда, а я уже после этого три университета сзади. Они на одну передачу идут, я по трем радиопрограммам иду занятия. Часовая программа у меня по радио была прямая, в прямом эфире. Они в школе, у меня 25 школ, они не успевают. Кто такой Игнатий Лапкин? Они призывают к полному крещению, погружению. Да кто это? Это только Нептун к этому призывает. Они одурели совершенно. Это крестить полное погружение Нептун. Мы гуляем там, в лес ходим, в воскресенье с детьми, там бывает, один раз пришло 52 человека. Они в лесу гуляют, там кладбище, они поклоняются мертвым. Никто не поклоняется. То есть на любую подлость и ложь идут. Ну, за меня там Союз Писателей в Москве, там и подробинник, и все написали сюда письмо, они заглохли. Выбирают лжесвидетели здесь, а потом они ко мне подходят, это нас заставили записаться. А с ними такие трагедии случаются, хапов там. Они падают, эти люди. Бог с лжецами дела никакого не имеет. Они Бога не боятся. Я многих священников спрашивал, скажите, вот вам обращаются люди, как вы обратились? Как Бог? Они не могут рассказать, встречи со Христом-то не было. В православии главная причина неправильный вход в церковь. Пришел, ладошкой по голове, хлопнули, все, верующие. Ничего не знает, раскрою рот, проглоти. Это обман. Кто будет веровать и креститься? Веровать и креститься. Я вам показываю материалы, у нас в крещении, к истинному православию в книге говорится, церковные ведомости, церковная хроника, выступление патриарха Алексея Второго, чтобы крестили только в полное погружение. А в конце добавляет, уже полтора года прошло, это московское партияльное у них собрание было, но меня 98% не слышат. Патриарха 98% не слышат. Ну, какой же это полководец? Но 98% не слышат. Это как-то он посчитал, а в конце добавляет, каких бандитов напринимали в церковь? Патриарх Алексей Второй. Я местному, тогда был епископ Антоний, Масенович показываю, как-то мимо меня прошла информация, да-да-вот, журнал у вас на столе лежит. Что, открывает 36-я страница. Или вы не верите? Церковная хроника. Они ничего не хотят знать. Обман. Сплошной обман творят. Горе. Народ ищет ведение от ваших уст, священники. А вы стали разбойники на пути в Сихем. Пророки об этом говорили. Сегодня я вам говорю, как пророк говорил, знаете, был среди вас пророк. Я не пророк. Я повторяю слова пророческие. Я ничто перед вами. Я у каждого благословлюсь и приму. Но перестаньте дурить голову народу. Вы не можете никого спасать. Через вас все больницы наполнены с вашим причастием. А почему оно наше? Да потому что вы его приватизировали. Христа там нету. Потому многие больны немало умирают. Кого причастить? Кого причастить? Вот стоит с чашей, уже никого нету. Кто не причащался, священник стоит. Одна пошла, я говорю, а ты хоть крещена? Нет, не крещена. А зачем подошла? Ну он стоит, крещит пятый раз-то. Я вышла, я думаю, меня он зовет. Разбойники. Выходят люди, ой, что-то в рот мне попало, они не знают, что там крошки еще с просворота. Выходят и плюют на улице. Я собрал это все, к священнику принес. Вы знаете, что с этим делать? Сжигать надо. Вы разбойники. Что вы делаете? Кого вы причащаете? Недостойно причащается человек, многие больные немало умирают. Сейчас вот зайти на мировое кладбище и сказать, скажите, вы знаете, от чего умерли? И Бог бы заговорил, сказал, вот это пол кладбища умерли из-за того, что православные попы неправильно причащали, неподготовлены. Больницы, забитые на 90%, неправильно причащались. А у вас есть на это основание говорить так? Есть. Первое послание к Коринфянам. Считайте. Не рассуждая о теле Господнем. О теле Господнем не в Чаше, а на Голгофе. Он умер за наши грехи. Взойдем на Голгофу, мой брат, там постный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал, он больных исцелял. А теперь он казнен. Пойдем перед ним. Пропойте эту песню, это сборник духовных песен баптистов. Нам учиться надо у всех. Бьются за какие-то сухие законы. Это никогда не сделать, это могут сделать только мусульмане. Нам надо учиться своему закону, не у них, а на них смотреть и благодарить Бога, что они нас подвигают к этому. Они уже все буквально захватили. И по-другому не может быть. Ивенальная лисица она на месте. Почему? Детьми никто не занимается, их не воспитывает, а они ходят в воскресную школу. Затеисты все там воспитываются. Я разговаривал с детьми, которые ходят туда, даже удивляюсь, как в атеистическую школу будто ходили. Ко мне в лагерь приезжают из детских лагерей православных. Я говорю, ну служба какая есть, так вот нам разрешается уходить с нее. Они с парнем ушли на колокольне творят свои дела, а девке уже 16 лет. Вот и все. Напротив нашего детского лагеря все остальные могут иметь название гнойники разврата. Какая у нас дисциплина, какая строгость. Приезжают к нам архимандриты, некрещенные, священники, и ремонахи принимают полное крещение и едут опять служить. Фотографируют наши уставы, а потом созваниваемся. Ну что они сделали? Ничего не могли сделать. А почему сверху сказали, не выдумывайте, делайте как все. Как все. Все в ад и вы в ад идите. Мы свободны были эти годы. Благодаря тому, что мы не принадлежали московской патриархии. Это самое наше великое счастье. Хотя мы ее признаем благодатной. Вот везде едут структуры, все танки, самолеты, ракеты, все освещают. И додумались патриарх Алексей Второй, Ридигер, министр вооружения, Грачев, назначают патронировать охранницы ракетных установок великомученицу Варвару Ремлянку. Я спрашиваю военно-сполковниками. Я говорю, скажите, а почему ее назначили? Ну мы знаем, назначили Варвару, ей болеем, но у нас тут молятся ракеты, ракетная база. А почему? Не знают. Я говорю, житие ее, когда Диаскор отец гнался за ней, перед ней скала раздвинулась, она зашла, и она сомкнулась. Ракеты ваши под землей и раздвигаются, и раздвигаются. Вон как. Так что, римлянка, девушка, там, 1700 лет назад жила, за Христа дала душу, и она вам ракетные будут комплексы сатана охранять, сатана называется. Понимаете, большего безумия, чем творит патриархия, сегодня нигде нету. И все это от неведения. Ну, объясните людям, что Богу не нужна ракета сатана. Это сатана вас наставляет так делать. Выход только один. Как говорится, рогами в землю. Прости нас, Господи, заблудили. Заблудили и не знаем. Напоминаю, был у русских такой святой Серафим Саровский. И он сказал слова, которые никто до него не говорил. Ну, я жития святых насчитывал, труды всех святых отцов, сколько мог достать. И он сказал так. Смысл жизни выражает стяжание Духа Святого. А это совершенно упущено. То есть, быть угодным Богу, услышать голос Божий, отвечать на призыв Божий. Стяжание Духа Святого. А стяжи Дух Мирный, там, тысячи спасутся, это ложь, нигде не спасутся от Духа Мирного. Наоборот. Я мирен, но только заговорю о них к войне. Не надо обманывать людей. Серафим Саровский однажды, не знаю, с чем это связано. Решил молиться. Целенаправленная молитва. Не о сектантах, не о царе-батюшке, только о русских, русских синодалах. О священниках, о архиереях. И вот он на камне, у него камень был, он поднимает руки, и трое суток молятся, ну, уходят там, сухарик съесть, или как, я не знаю, не написано. И вдруг Бог заговорил, как тоже не написано. Я могу предполагать, что в шуме ветра, тутовых деревьев, как у Давыда, может быть, из воздуха голоса пошли. А дальше начинается, и Господь сказал, двоеточие, и кавычки открыты, прямая речь, это не выдумка. Я скажу, где написано. И он просил только одно, Господи, пощади русских архиереев, они заблудили народ. Они не учат его, Господи, пощади священников. Их на вилы поднимать будут, их с колокольни будут сбрасывать, им и будто вот забутят там всеми. Господи, все монастыри разрушат, храмы разрушат, 1275 монастырей, 57 тысяч храмов разрушатся, Господи. И вдруг умолк. Бог отвечает, не пощажу и не помилую, как будто ни одного не спасенного. А почему? Вымыслами своими, преданиями всем, заменили истину Божью. Это написано в настольной книге священнослужителя Московской патриархии, изданной по благословению патриарха Пимена. Третий том, 601 страница, первая строка сверху. Возьмите, прочитайте один раз. Мне один благощинный, когда я его прочитал, так он у меня, этот том стоит, да к чему толку-то стоит, так все считай. Прочитал еще раз, так это Серафим разве сказал, написано, я доверяю книге. А как же пропустили? То есть, если не экстремистская литература, экстремистская, не экстремистская, теперь что сказать? Ну, такой негласный договор со священниками, ну и как, да как же так же, там же евреи говорили, все захватили. Как же жиды могли пропустить такое? Понимаете, у них все, жидомасоны, жидомасоны, евреи виноваты. Будьте благодарны евреям за то, что они сохранили для нас вот эту книгу, написано, великое преимущество быть иудеем во всех отношениях, во всех, а наипаще в том, что им верено Слово Божие. Не нам Бог дал Библию. Может быть, от неноси к евреям переношли к неноси к Библии. Библии совершенно не знают. Церковно-славянский язык. Я говорю, то, с чем соприкасаюсь постоянно. И то, что записали вот это интервью, что я сказал неласковые слова, у священников. Я и не прошу прощения у них. За свои слова я готов ответить перед вами и перед Богом. И это говорю из любви к вам, несчастные люди. Совершенно Бога не знают и никого не могут научить. Мы проезжаем по селам, собираем людей на стадионах, в домах культуры по согласию с администрацией. Везде хорошо, говорю, где нет священников. А у вас что, священник не был? Недавно батюшка вызывали с района отпевать. Так его увезли, и два тепленького. В один дом заходим. А кто вы такие? А кто вас благословил? Кто благословил? Это сакральная фраза. Понятия не имеет. Мы в соседний дом зашли, женщина говорит, а вы в этот дом заходили? Я говорю, заходили. Но только мужчина так грозный вышел, маленькая девочка с ним. Так это батюшка. Он за это дело не работает. Он запрещен, или как у вас там называется, за это дело. Вы понимаете, что это означает? Не им не враги. Я враг. Вы дайте мне обвинение. Конкретно вызовите меня в сенот, вызовите в епархию, откройте мои книги, и покажите книга такая, страница такая. И я перед вами предстану один, перед тысячами один. Но я буду не один. Большинство там, где Бог. Вы же ничего не ответите. Вы будете безгласны, якорыбы. Как языческие философы перед апостолами были. Вы не произнесете ни одного слова, кроме бессловесного мычания. Вам всем нужно читать мои книги и учиться. Учиться. Это мне Бог открыл. Я это пережил все. Когда я тюрьмы мерил, вы по заграницам ездили, где первых секретарей не выпускали. И все выполняли роль ту, которую вас завербовали к КГБ, и что делали. Вы же знаете это. И покаяние не принесено. Считайте правила Григория Ниакасарийского, четвертое. За сотрудничество с властями, если предавали кого, а нас предавали. Я видел своими глазами эти подписи. Передавали. Отлучается на 30 лет. И сана навсегда извергается. Где мы на дому изучали Библию, священник местной благочинной, отец Николай Павлович Войтович, он списки давал. Храм не открывает в Славгороде. Но я все это знал. Я ему говорю, вам сколько раз уже пытались открыть? Да три раза не открывают. А первый раз что не открыли? Ну сказали, подъездную дорогу неправильно сделали там. Сделали. Теперь что? Теперь кафель мы сделали. Они сказали, на нем рубчики, там пыль может задерживаться. Мы сделали это. Третий раз. Это в годы советской власти. Тогда они прямо сказали, вам не открыть никогда. Вам нужно сделать следующее. Первое. Отлучите Игнатия от церкви Лапкина. Он вот так на меня возрелся в благочине. Ну я же не дал согласия. Он искренний такой. До этого, как будто этого не было. Но я же не дал согласия. Я говорю, я тоже знаю и благодарю. Он в тюрьме меня будет причащать. Я ему благодарен навсегда. Вот что ждут они. Мы должны определиться. Кто не со мной, тот против меня, Христос сказал. Кто не собирает, не проповедует, тот расточает. Ну чего-то я стою, чего-то мои книги стоят, если задействованы такие силы. Но по крайней мере я доволен. Пока на мне задействованы вот эти священники, они людей не портят. Мне тут один Олег закончил семинарию. Неплохо закончил. Перед самым концом у него небольшой конфликт был. В ресторане гуляли, а у него девушка Миля звать. Но из-за нее скандал возникал. Он крепкий парень, он одному оппоненту челюсть сломал. Он тут милиция, он там где-то с косеи котлов спрятался. А потом мне пишет. Вот такая же история произошла. Ну, опять я не засветился. Сейчас мне приход предлагают. Или идти в академию учиться. Я говорю, Олег, да иди в академию. Ты что? А почему? По крайней мере на 4 года позже будешь портить народ. 4 года ты пока сидеть будешь, народ будет свободен от вас. Если мои слова до кого-то дошли, достучались, сообщите это патриарху в Синод. Их ждет грозная расплата за разврат, который они сеют. Чтобы они покаялись, не вмешивались в мирские структуры. Ни в воинские части, ни в школу, ни в библиотеки. Отозвали своих соглядатов. А мы скажем. Господи, услышал ты. Слава тебе за все. Во веки веков. Аминь.